Я всех приветствую на своём канале. Сейчас будет онлайн-расклад для женщин, и тема будет такая – как он видит наши отношения. Я буду выкладывать шесть карт. Вам нужно выбрать чисто, интуитивно одну карту. Мысленно представьте своего мужчину. Задайте ему мысленно вопрос, как он видит ваши с ним отношения, и мы будем смотреть. Итак, как он видит ваши отношения. Карта номер один. Карта номер два. Карта номер три. Карта номер четыре. Карта номер пять. Как он видит ваши с ним отношения. И шестая карта. Интуитивно загадайте и выберите одну карту. Мы будем смотреть ваши отношения. Как он их видит со своей околицы, так скажем. Всё, выбрали? Тогда смотрим. Первая карта. Ну, он видит это очень, знаете, как большую, огромную любовь, эмоциональную, с чувствами, с эмоциями, со взрывом, я не знаю, какого-то счастья. Где-то слёзы, где-то переживания, где-то слова любви постоянные, через телефон, через разговоры, да и в постель. То есть мужчина видит ваши с ним отношения как некое счастье, как огромную большую любовь, как удачу. Он вообще, наверное, счастлив, что вы есть в его жизни, что вы даёте ему вот эту настоящую любовь. Так, как он видит, какие у вас отношения с ним были до этого? Ну, тройка кубков, получение удовольствия. Может быть, вы с ним развлекались, танцевали, гуляли по праздникам, в гости, бары, рестораны. То есть проводили шикарно просто время, наслаждались жизнью, романтикой, упивались просто друг другом. У вас, может быть, было даже много времени, да, вот быть вместе. Вот что-то такое, да. Потому что карта удовольствия. Вы получали с ним удовольствие от ваших с ним отношений. Давайте посмотрим, как он видит сейчас ваши отношения. Так. Но сейчас есть какая-то фу-фу-фу-фу-фу тройка мечей. Но я бы сказала, может быть, трехугольник в отношениях. Может быть, поэтому вот эта его эмоциональность сейчас на данный момент такая повышенная за счёт того, что он сильно переживает, что ваши отношения, возможно, сейчас рушатся. Кто-то третий лезет в ваши отношения. Также, может быть, здесь, может быть, и аборт, или выкидыш, например, да, на данный момент. Или же, в принципе, да, сердечные проблемы. Он сильно нервничает, сильно страдает, он переживает. Кстати, может быть, такой момент, что он сейчас где-то выпивает, да, закрывшись дома, с бутылочкой венца, например. Так скажем, заглушает свою вот эту внутреннюю боль и внутреннее состояние. Я здесь не могу сказать, с какой стороны лезет третий человек. С его стороны или с вашей стороны, да, это уже, наверное, по-другому раскладу надо смотреть. Но здесь я могу сказать, ваши отношения сейчас очень болезненные. Для него это точно. Я не знаю, как для вас. Я смотрю через него. То здесь показывает, что да, он очень сильно переживает и, скорее всего, понимает, что он вас теряет. Может быть, вы узнали о том, что он вам изменил, и вы с ним расстались, а поставили точку, и он там бедный сидит, да, и выпивает, и вот гложет вот эту вот свою, глушит та же, скажем, свою боль. Как он видит будущее с вами отношения. А он считает, ничего, немножко время пройдет, я все равно ей позвоню, все равно я с ней увижусь, я все равно о себе дам знать. Вот имейте в виду. Даже не важно, если этот мужчина находится в другой стране, в другом городе, может быть, вы с ним поругались по переписке, или что-то еще такое, да, или он на данный момент от вас далеко, это не важно. Для него расстояние, это не проблема, сел и прилетел. И ждите, в скором будущем он о себе даст знать. И он опять вам сделает предложение, он будет признаваться любви, он будет говорить, что он вас любит, без вас не может, может быть, даже будет плакать и говорить, что вы его бросили, а не выслушали. Да, и вот итог ждите. Дальше. Кто загадал вторую цифру? Так, как он видит, да, на данный момент ваши отношения? Но здесь я могу сказать, мужчина не свободный, сто процентов. У этого мужчины есть две женщины, ну, возможно, одна супруга, а вторая любовница. Если вы четко уверены сейчас на данный момент, что у него только вы и больше никого нету, значит, вы неправильно загадали, перезагадайте. У этого мужчины две женщины, да, так скажем, и он старается по возможности и приезжать к одной, и навещать другую, потому что он как белка в колесе просто на эмоциональном уровне. Мне такое ощущение, что он даже по ночам, когда вот он спит, да, он может быть во сне произносит ваше или имя своей супруги. Такое тоже может быть, потому что он как... Я не знаю, как он успевает просто, еще если он работает, да, и он старается ни одну, ни другую как бы пока не отпускать, потому что вы ему оба как-то дороги. Ваши отношения в прошлом, как он их видит? Ну, как какую-то неопределенность, скорее всего, непонятность, что происходит, потому что у него есть какие-то страхи, а страх он боится, потому что он имеет двух женщин, и он и вас потерять не хочет, и он боится, ну, не знает, на какой козе к вам аккуратненько подъехать, чтобы было все гладко и сладко, понимаете? Ну, вот так вот он, вот такой мужчина, такой мужчина, поэтому здесь все страхи неопределенности. Как быть, что делать? Что выбрать вообще? Мне выбрать супругу или выбрать любовницу? Он не может выбрать, потому что вы оба для него очень ценны. Что сейчас на данный момент? Как он видит ваши отношения сейчас? Ну, я бы сказала, любовь, любовь, еще раз любовь. Скорее всего, он считает, что он рядом с вами, он вас питает своими чувствами, он вам как-то помогает, да, я не знаю, это материальный или нет, но он рядом с вами, это красивая постель с вами, это такой, не знаю, красивые сексуальные ночи, так можно сказать, да, и мужчина романтик, ему с вами хорошо, это, знаете, такой мартовский котик, вот он прибежал такой грязненький, но сейчас он искупается, да, он сейчас покушает, и он будет беленьким и пушистеньким, а потом, когда надо, он взял и опять дернул на улицу, вот такой вот у вас мартовский котик, как он видит ваши отношения в будущем? Восьмерка чаши, ну, потрясающе, он уйдет от вас, я не знаю, насколько, это надо смотреть в других, наверное, раскладах, но он от вас уйдет, готовьтесь, не знаю, на день, на два, на год, на всю жизнь, но он уйдет, скорее всего, вы тоже это чувствуете, он просто никак не может собраться, наверное, силами это сделать, он у вас временный, имейте в виду, дальше, кто загадал цифру номер три? ваши отношения, ну, десятка жезлов, что здесь можно сказать? Только одно, тяжело тащить обоим эти отношения, но ему это точно, потому что я смотрю с его стороны, с его околиц, мужчина, который тащит на себе ваши отношения и бросить не может, и дотащить бы уже как-нибудь, скорее всего, ваши отношения длятся уже непонятно, сколько по времени там, да, уже сами оба, наверное, не помните, но, по крайней мере, он так считает, что вы у него уже давно и как-то ему тяжело все с вами. Как он видит ваши отношения в прошлом? Какие они? Ну, были очень много жестких вопросов, разговоров, телефоны, звонки, интернет, соцсеть, переписка, когда ты споришь, когда ты держишь дистанцию, холод, когда ты не идешь на сближение, вот это он хорошо помнит, это он хорошо знает об этом, поэтому от вас вот веял такой холодочек в его сторону, а может быть, и это есть почему, да, причина этому есть, ну, потому что он накосячил, да, ну, вот и все, он это прекрасно знает. Дальше, какие сейчас у вас отношения, как это он видит сейчас на данный момент? Ну, сейчас идет, скорее всего, вы оба идете на сближение, может быть, один из вас сейчас находится далеко, и, может быть, он предлагает встретиться, увидеться, приехать, какие-то новости приятные сейчас для вас с его стороны, он, то есть, ну, может быть, он вам сейчас говорит, да, все будет хорошо, мы сейчас уже вот увидимся с тобой совсем скоро, или там уже все, начнем скоро жить с тобой вместе, в общем, сейчас уже все будет хорошо у нас, потому что он так это чувствует, и он к этому стремится быстрее, быстрее быть с вами вместе, да, какой-то вот, контачить с вами, как он видит отношения в будущем с вами. Ну, Туз Жезлов, он не собирается вас терять, он не хочет вас бросать, у него столько сексуальной энергии, он вас хочет, в прямом смысле этого слова, и он к этому готовится, ждите буквально июнь, июль, август, этот мужчина вам покажется таким самым смелым, активным, брутальным, сексуальным, настоящим мужиком, то есть ваши отношения будут процветать, так можно сказать, очень такие страстные, темпераментные, действующие, то есть вы будете видеться, общаться, может быть, он вам предложит вместе жить, Туз Жезлов от него, что угодно можно ожидать, то есть ждите ближайшие три месяца, июнь, июль, август, от этого мужчины активных действий в свою сторону, ну, потому что он так считает, он об этом думает, я только читаю его мысли, дальше, кто загадал четвертую позицию, как он видит ваши отношения, ну, что здесь можно, четверка мечей, нету никаких отношений, все, умерло все, потому что спокойствие и тишина, ничего нету абсолютно, он четко знает, что в ваших отношениях ничего нету, как он, что он думает о прошлом ваших отношений, что там происходило с его стороны, как он видит прошлое в ваших отношениях, но как это, знаете, как битва некая, борьба, да, за место под солнцем, нет, я крутой, нет, я крутая, да, нет, так будет, а нет, вот так будет, то есть вы спорили, вы, каждый пытался, да, отстоять свою правоту, один нападал, другой защищался, какая-то борьба, я не знаю, чем вы там мирились, чем мириться можно с мужиком, я не знаю, или расставаться, или строить с ним отношения, все, с мужчиной бесполезно бороться, всегда об этом говорю, потому что мужчина не для этого солнца, для женщины, для чего-то другого, для постели, например, так, хорошо, как он видит ваши отношения сейчас, как он видит ваши отношения сейчас, ну, то же самое, пятерка мечей, борьба, борьба, вы что с ним сбор, ну, знаете, у меня такое ощущение, что, скорее всего, вы с этим мужчиной развелись, буквально недавно, и у вас друг к другу такая неприязнь, ну, с его стороны точно, потому что я читаю все-таки мысли его, и здесь о пятерке мечей, на данный момент он считает, что вы с ним ведете какую-то войну, идут какие-то войны, да, а в любви, как на войне, все средства хороши, и, может быть, он от вас ожидает чего угодно, я не знаю, там, машину его разбить, дом его поджечь, я не знаю, может быть, я утрирую это все, но как-то так, да, потому что он считает, что вы затеяли какую-то войну против него, и от вас можно ждать сейчас чего угодно, хорошо, так, давайте посмотрим, какие ваши отношения, да, как он видит в будущем ваши отношения, ну, карта справедливости, все-таки он считает, что справедливость восторжествует, что все-таки машину вы ему не побьете, дом не сожгете, да, его кислотой не обольете, что старший аркан справедливости, все-таки фемида, она и есть фемида, что она восторжествует, и каждому воздастся по заслугам, также у меня старший аркан справедливости говорит о браке, о разводе, так что я не знаю, как это два слова приплюсовать, брак и развод, но и делайте выводы, мне главное сказать, так что, ну, в принципе, он считает, что все будет по справедливости, потому что, ну, хочет, чтобы все было по-честному, в общем, вот так вот, дальше, кто загадал пятую карту, как он видит ваши отношения, ну, прекрасно, прекрасно, возможно, вы только начинаете отношения, потому что карта звезда говорит о том, что все будет хорошо, мы полны надежды, счастья и ожидания того, что в нашу жизнь придет какое-то чудо, брак, семья, теплые, крепкие отношения, да, гражданский брак, например, то есть мужчина питает надежду на лучшее будущее и видит ваши отношения перспективные, кстати, так, как он видит ваши отношения в прошлом, какие они, да, ну, карта повешенного, абсолютно ничего не происходило, вы оба были как жертвы обстоятельств, может быть, вы были оба в браке и не могли себе позволить быть вместе, да, потом развелись, например, у меня свечка потухла, также, может быть, кто-то от вас, нет, вернее, кто-то из вас двоих был далеко от друг друга, да, на расстоянии, вы не могли никак видеться и общаться, и так, в общем, сейчас можно долго об этом говорить, я могу столько фантазировать, что у вас там было, но по факту, то есть, карта повешенного, да, ничего, абсолютно ничего у вас не происходило, ну, ничего толкового, да, как он видит ваши отношения сейчас, ну, как работу над отношениями, кстати, да, он сейчас понимает, что вы оба уже взялись за эту работу, и вы общаетесь, разговариваете, видите, встречаетесь, да, вот какие-то уже такие предпосылки есть серьезные к тому, что вы двигаетесь к цели, а цель-то у нас что, брак, понятно, да, свадьба, брак, семья, поэтому он уже понимает, что вы оба работаете, надо притираетесь, так скажем, как он видит ваши отношения в будущем с ним, ну, он будет за вами следить, он в будущем постарается меньше что-то привносить и вам, так скажем, препятствовать, он возьмет такую некую, знаете, позицию человека, наблюдающего, что происходит, со стороны, будет наблюдать за вами, что вы для него делаете, он будет за вами наблюдать в соцсетях, имейте ввиду, он будет за вами наблюдать, как вы живете, как вы готовите, как вы разговариваете, как вы одеваетесь, у него есть такие некие свои наблюдения, да, в будущем, он будет вас проверять, подходите ли вы ему на роль жены или нет, этот мужчина такой, знаете, педант, очень строгий, отличается от других мужчин, ну вот, есть свой вкус, есть свое мнение, и он женщину выбирает, я бы сказала, очень так интересно, не как другие обычные мужчины, да, там лишь бы кое-что было и все, ему нет, ему какое-то вот важно внутреннее состояние женщины, ее душа, например, да, что сейчас очень редко, на душу уже как-то никто не смотрит, мужикам сейчас что-то другого надо, то есть вы меня понимаете, поэтому у него в планах вас так изучать и проверять, потому что у мужчины есть такие серьезные чувства, да, на будущее с вами и планы на будущее с вами, как взять вас с женой и жить вместе с вами, в общем, серьезный подход, у него серьезный подход и к отношениям, и к женщинам, дальше, кто загадала шестую, что такое, так, кто загадал шестую, что сейчас у вас происходит в отношениях, ну, скорее всего, какое-то движение уже есть, это хорошо, может быть, кто-то от вас, о, кто-то, господи, я уже по-японски говорю, потому что заговариваюсь, вы оба, скорее всего, может быть, не находитесь, да, на таком совсем близком расстоянии друг к другу, может быть, один из вас находится далеко, в другой стране, в другом городе, может быть, вы познакомились только через интернет, и вам мешает какое-то расстояние, также, ну, вот, как то, что ваши отношения уже сдвинулись с мертвой точки, они уже набирают, набирают движение, скорость и движется куда-то вперед, ну, по крайней мере, я читаю его мысли, он считает это так, давайте посмотрим в прошлом, как он видит ваши отношения в прошлом, что там было, была смерть, может быть, в прямом смысле этого слова смерть, может быть, кто-то у кого-то умер, он, может быть, он вдовец, да, может, он попрощался со своим прошлым, может быть, у него была женщина, и они просто расстались, то есть, карта смерти, говорит, как в прямом смысле этого слова, да, кто-то умирает, или же человек просто сам трансформируется, он уже оставляет свое прошлое и хочет заново построить отношения, поэтому, может быть, вы уже с ним давно, с этим человеком, и даже на расстоянии, может, у вас какая-то переписка, там уже, не знаю, 10 лет, да, и он уже хочет вот эти вот ваши отношения, они уже переросли в свое время, да, вы уже как-то поднялись из-под всего вот этого, да, вы уже из вот этого кокона гусеницы уже выросли в бабочку ваши отношения, он так видит, он так видит, что уже прошлого у вас с ним уже нету, оно как-то вот переросло уже в будущее, так скажем, да, поэтому ваши отношения в прошлом, это была трансформация, это были изменения и перемены как он видит ваши отношения сейчас но сейчас очень хорошо он вас видит хозяйкой до девятка пентакли что вы умница красавица чтобы прям такая женщина которая ему нужна он прям вас может быть сейчас увидел он прям вообще ахнул чтобы за это время так как оказывается похорошели как он мог столько времени этого не видеть да что вы та женщина которая ему нужна материальная такая стоит стабильная постоянно хозяйка такая до вкусная такая женщина вас есть все что должно быть в женщине женственность красота ум мудрость да вот все это есть вас и вы не бедные зарабатывайте деньги дом стабильность заработок дома теряем благополучие он это все видит и он счастлив что с ним такая женщина сейчас и он считает что если она такая вот если я то есть буду сейчас с ней строить отношения, то у меня тоже будет хорошо, правильно? Потому что очень много зависит всё от женщины. Он это понимает. Как он видит ваши отношения в будущем? Ну, я бы сказала, что очень многое будет зависеть от вас, потому что этот мужчина будет под вас подстраиваться как вы захотите, так и будет. Потому что он понимает. Я здесь полагаю так, что мужчина здесь не совсем состоятельный. И так, как он считает, что вы его богаче и круче, он будет под вас подстраиваться. Этот мужчина может быть приспособленцем, имейте в виду. Этот мужчина может быть альфонсом, имейте в виду. И это может быть мужчина инфантильным. Понимаете, о чём я? Имейте в виду. Вот из того, что я сейчас сказала здесь, если вы мне скажете, нет, это не так, значит, вы неправильно загадали позицию. Перезагадайте. Это не ваше. Потому что то, что я сказала, здесь я именно так. Всё. И, ну, нужен вам ли этот мужчина или нет, в принципе, эту, наверное, уже смотреть надо в другом раскладе. А в этом раскладе вот он видит вот так ваши отношения. Он хочет, чтобы вы давали ему эмоции, давали ему свои чувства, вы ему помогали, вы его любили, вы его боготворили, вы его поднимали вверх, вы вдохновляли, давали ему силы, желания, мощи, реализовать себя, стать настоящим мужчиной, чтобы вы для него и мамочкой были, и, я не знаю, и партнёром, и любовницей, чтобы вы для него были всем. Но у него такие планы. Я читаю его, его мысли на будущее с вами. Вот такой...